Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжелею, которая находится на улице. И сегодня я хочу вам показать свою монстеру Альба. Я ее вырастила сама, с маленького череночка. И вот такая красавица. Уже такие резные листья полезли. У нее, конечно, не очень такой, ну, не наполовину белый лист. Все равно есть белая варигатность, и мне это нравится. Очень красиво смотрится. И вот листочек такой, смотрите, какой уже три дырки имеет. То есть листья будут большие, и мне это нравится, что она не будет мелкой. У меня еще есть монстера очень большая, но у нее листья просто чисто зеленые. И сейчас я расскажу, как я за ними выхаживаю, потому что уход, в принципе, ну, не отличается. Единственное, что с темно-зелеными листьями монстера, она более теневыносливая, как бы, любит, конечно, да, чтобы свет какой был. Но, а вот эта вот альба, она, конечно, требует, чтобы попадало солнышко на нее, но не прямые солнечные лучи, чтобы не получить ожог листьев. А если ее поставить куда-то в полутень, то она, конечно, варигатность сможет и вообще на нет уйти. Ну, вот она у меня стоит очень на ярком таком месте, где-то на нее даже сквозь, ну, скользь попадает солнышко. Ну, хотелось бы, конечно, больше, чтобы было белого на листьях, но я думаю, что все впереди. Главное, здоровое растение и потенциал у него очень хороший, очень быстро развивается. У меня на канале есть видео про монстеры, как я пересаживала и как это укореняла, то есть укореняется она просто срез череночка, то есть просто срезается. Вот воздушные корни имеются, несколько штучек. Я ее в банку с водой поставила и прекрасно дает корни. Все, потом посадила я ее и буду, хочу вырастить большую, поэтому буду менять горшки по мере разрастания корневой системы. Вот это вот монстере уже годик, вообще с череночка, как она у меня появилась, не годик. Воздушные корни я их направляю в горшочек, то есть они длиннее становятся и я все в горшочек направляю, чтобы они не таскались по полу. А то все равно это как бы они очень длинные вырастают и желательно их и не ломать. А так они больше сил растению тоже будут, если их просто направлять в землю и будет более аккуратно смотреться. Поливаю я их по мере пересыхания, грунта наполовину, а то может даже и побольше. В летний период, конечно, полив обильнее получается, а зимой реже. Удобряю. Я их удобряю раз в три недельки, вот так вот. И еще я развела биогумус, тоже удобрила биогумусом их, им это тоже очень нравится. И также подсыпала везде конский перегной. Грунт использую универсальный, но можно добавить туда и разрыхлитель, чтобы не был слишком тяжелым. А корневая система у них, конечно, она мощная, потому что они в природе, у лиана очень крупная вырастает. А Монстере мне очень нравится. Они, конечно, смотрятся классно. В любой интерьер впишутся, в любую оранжерею. Ими можно украшать. Поставить ее в комнате даже одну где-то в угол. И она вообще очень красиво смотрится. И мне вот Монстера и нравится, что ее в комнате нужно ставить, чтобы она листья в одну сторону не была. У меня, кстати, большая Монстера там дома и так и стоит. Напротив окна нужно так ставить. Потому что понятно, что ее можно и в круговую выращивать, но это надо, чтобы со всех сторон попадал свет равномерно. Тогда она будет красиво смотреться. И плюс, конечно, большое помещение нужно. Монстеры, конечно, любят опрыскивание. Если ее, конечно, она маленькая, ее можно и носить в теплый душ. Это как бы и полив будет, и сразу листья обмоет. Потому что она любит, чтобы листья были чистые. Она дышит и нет. И в ночное время она очищает нам воздух очень хорошо. Так что Монстеру очень даже полезно держать у себя дома. И вот посмотрите еще, какая варигатность. Как у нее внизу вот не так стебель, видите, как зеленый такой. Немного имеет. А здесь вот посмотрите, у нее и толще уже стал стебель. И посмотрите, он прям с белым. Больше белого имеет. Это с изнаночной стороны я вам показываю. Вообще классно. Красотка. И пойдемте я покажу, где она у меня стоит в доме. Где ее место законное. Здесь у нас солнечная сторона вкруговую. И тем более у меня еще плюс работает здесь дополнительный свет. То есть здесь очень светло. И моя красотка находится здесь. Мне, конечно, очень нравятся у нее листья. Классные прям. Хотелось бы, конечно, наполовину вообще вот так иметь. Но я говорю, думаю, что все впереди еще. Главное, красивые листья резные. И вот моя большая монстера. И вот представляете, та варигантная, если вырастет таких размеров, с такими красивыми листьями, вообще очень будет круто смотреться. Вот такая красотка. Так что подписывайтесь на мой канал. Впереди еще очень много интересного. Пишите комментарии обязательно. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok